Привет, друзья! Ну, во-первых, я хочу поблагодарить. Там под комментом, когда я извинился в прошлом ролике, что я не бритый, побреюсь и так далее, очень такое интересное написали. Спасибо большое, там дама написала. Если мужчина бреется, значит ещё на что-то надеется. Молодец! Молодец! Вот так и надо, так и надо. Вместе мы сила. Да, вот теперь я хочу сказать интересную вещь. Вот я даже записал себе специально, потому что это такая сложная проблема. Но решив её, можно решить любую задачу. Она у меня так и называется способ решения абсолютно любых нерешаемых задач. Вы помните, есть у меня синхрогимнастика. А есть, знаете, дробная синхрогимнастика. Ну, как дробное питание помогает, так и дробная синхрогимнастика помогает. Она даёт, в принципе, если вы делаете по минуте какие-то упражнения в течение дня, время от времени, то даёт кумулятивный эффект. То в результате, через несколько дней вы начинаете чувствовать себя в новом состоянии, в новом качестве. Вы раскрепощаетесь. Хотя упражнения делаете поминутные или посекундные. Дробная синхрогимнастика. Так вот, оказывается, дробный путь, дробный путь, Это, вообще-то, способ решения любых нерешаемых проблем. Да, вот я вам сейчас объясню. Например, у вас есть проблема, как выздороветь. Как выздороветь. И вы, допустим... Или другая проблема. Например, как сегодня сделать удачный контент, чтобы он всем понравился, чтобы у вас было много подписчиков и так далее. Или, например, вас ждёт какой-то клиент, пациент, который с такой проблемной ситуацией, И вам надо придумать для него какую-то методику, чтобы ему сразу помочь. Прямо в интернете. И вот этот вопрос вас волнует. И вот теперь посмотрите, как дробный подход помогает вам решить эту проблему. Изобрести. И помочь, и действительно он получит результат. И вот как это делается. Например, если вы эту проблему, которая вас действительно волнует, О ней думаете днём и ночью. А ночью, например, вы не можете из-за этого спать. И поэтому дробно спите. Например, засыпаете, просыпаете, засыпаете, просыпаетесь. Или дробно спите. Как в дробной синхрогимнастике. Дробно спите по другой причине. Ну, например, вам звонят, будет, и потом опять вы засыпаете. Или вам, ну, надо там по каким-то причинам вставать часто ночью. Ну, это не важно. Главное, что у вас сон прерывистый. Допустим. Как в дробной синхрогимнастике. Как в дробном питании. Так вот, прерывистый сна обеспечивает вам интересное явление. То есть, что происходит. Вы же каждый раз, когда просыпаетесь, у вас рациональное мышление. Потом вы засыпаете, и у вас происходит соединение рационального мышления с нерациональным мышлением. Потому что вы же там дрейфуете между сном и бодрствованием, и получается, проходите разгрузочные моменты, когда штамп мышления снимается, страх снимается, авторитеты снимаются, и вы выходите на нулевое состояние между сном и бодрствованием. Это состояние как бы в связи с бесконечностью, вечностью, там законы природы, а не вашей конкретной задачей. Таким образом, вы выходите, как в теореме Гёделя, в математике, чтобы решить какой-то вопрос, какую-то задачу, надо выйти из неё и посмотреть со стороны. А художник отходит от холста и смотрит со стороны, чтобы увидеть картину целиком. Так вот, этот дробный процесс, я ещё раз повторюсь, решается, там, задачи ранее нерешаемые, любые. Например, я видел в интернете, как один парень, молодец такой, талантливый парень, он отвечал на вопрос, как научиться выходить из тела. Ну, такая задача у него была, но я этим не занимаюсь, потому что зачем мне это нужно. Ну, там есть молодёжь, которая сидит, и он говорит, а вы просто с этой задачей, ну, это не называют задачей, он говорит там, чтобы научиться выходить из тела, просто засыпайте, просыпайте, засыпайте, дробите сон. Ну, они дробят, и, конечно, эта задача решается, то есть они потом начинают выходить из тела, то есть у них появляются астральные путешествия и так далее. Ну, вот одна задача. А теперь, допустим, у вас задача, как выздороветь, да? А вот если вы находитесь в этой задаче, как выздороветь, и днём, и ночью просыпаетесь и думаете, как выздороветь, как выздороветь, ну, как выздороветь, вы на самом деле её решаете. У вас появляется идея, как её решить. Даже самая сложная задача. А вот, допустим, другая задача такая, как сделать контент. Или вот, как я говорил вначале, мне нужно сегодня своей приятельнице помочь в интернете дать такой метод, чтобы она действительно поправилась, выздоровела, почувствовала себя хорошо, да. И я вот засыпаю и думаю об этом, потом мне опять будет, потом я опять засыпаю. Ну, сколько раз я говорил, не звоните мне до 20 часов, пожалуйста. Нет, опять меня будет. Опять я засыпаю, опять я просыпаю. И всё время думаю о волнующей мне задаче. Мне сегодня вечером надо дать ей совет. И в какой-то момент, и в какой-то момент, между самым и бодрствованием, там, когда я обнуляюсь, то, думая об этой волнующей меня задаче, и в какой-то момент я встал потом, и у меня пришло решение. Так вот, как решается. Вот с чего я начал. С дробной сихродимнастикой. Сказав о том, что это полезно, делать только те движения, которые вам нравятся, ну, хотя бы делать 2-3 раза в день, хотя бы по минуте или по секундам, можно делать хлёст, например, лыжник, например, шалтай-болтай там. Потом, например, можно делать плавательные движения, потом можно делать холохообкрутить мысленный. Его нету, а вы делаете эти движения. Ну, и другие всякие. Ну, хотя бы дробно делайте, и вы получите новый кумулятивный эффект через несколько дней. Вы получите состояние раскрепощенности. Точно так же я сейчас привёл пример со сном. Поэтому, кто плохо спит, потому что часто прерывается сон по какой-то причине. Может, спина болит, может, заснуть не даёт, может, там ещё чего-то. Плохо спит, дробно спит. Так я даю вам шанс. Вы можете использовать этот плохой сон для того, чтобы улучшить своё самочувствие и решить какие-то задачи, которые вам раньше казались нерешаемы. Да, вам надо только их вспомнить. И вот вы, смотри, плохо спите, и вы можете это сделать способом для решения нерешаемых задач, которые вас волнуют. Это удивительно. Я лично этим пользуюсь. Моими можете находками воспользоваться, потому что многие люди этим воспользовались. Мы проводили даже вебинар, как изобретать. И там многие писали потом, что да, мы стали изобретения делать. Но там надо ещё соединить это с идеей, чем помочь человечеству. А в следующем ролике я начну вам рассказывать о том, как нами манипулируют. Как нами манипулируют и как используются естественные процессы, естественные процессы организма, которые у нас в приёмах. Например, «Потрястись», например, «Шалтай-болтай». «Потрястись», например, у нас же, помните, я как-то ролик делал о том, что есть секта трясунов. Там тот, который секту эту создал, ну это было много лет назад, там дети приходят, там трясутся, и матери не знают, и отцы не знают, почему они от семьи отбиваются. И всё из дома тащат туда, в эту секту, этому главному сектанту, вожду их к нему. А потому что, когда ты трясёшься, напряжение падает. Да, а в другой секты, там, в секте этих суфистов, там делается суяние с Аллахом, с Богом, там, ну, очень интересные вещи, там, как они делают? Повторяемыми движениями. А у стены плача, а у стены плача тоже повторяемые движения. А когда Тору читают, тоже повторяемые движения. А маршировка. А когда идут по улице толпы людей, маршируют в ногу и поют какую-то песню. Ну, солдаты так делают обычно. А что это даёт? А вы знаете, с одной стороны, раскрепощает, а тот, кто этим управляет процессом, задаёт этот механизм. Он же создаёт программирование этого отряда людей, этой толпы, этих людей. Он ими манипулирует. Это же во многих случаях было, вспомните нацистскую Германию, марши постоянные, да, вспомните, вспомните, потому что в этом ритме пели такие ободрающие песни, да. Ну, это же механизмы, с одной стороны, раскрепощения, а если это кто-то вам навязывает, закрепощение. Вот оно что. Поскольку мы занимаемся антиманипуляторством, мы занимаемся освобождением, мы занимаемся снятием лишних напряжений и выходом на состояние творчества, изобретательства мышления, на здоровье, на состояние внутренней свободы. Поэтому мы должны эти примеры понимать. Да, примеры понимать, как нами манипулируют. Да, можете вспомнить разные ситуации, да, когда используются наши природные механизмы. Это блок подсознательных инстинктивных реакций, о котором я в прошлом ролике говорил, кто не видел, посмотрите обязательно. И как его, как джинн, когда выпускает на улицу. Кто выпускает? Вы сами? Значит, вы управляете своей судьбой. К своим счастьем, своими личными отношениями. А если кто-то вам это выпускает под что-то, вы думаете, вы свободны, а вами наоборот манипулируют. И приливает вам на фоне этих действий те идеи, которые вам потом кажутся вашими собственными. И поэтому, когда меня спрашивали как-то, а зачем вы все так рассекречиваете, все тайны рассекречиваете. И про трясунов там, и про этих, которые помогают снимать лишнее напряжение, создавать изобретения. Почему вы не боитесь, что кто-то этим воспользуется? Чем больше людей об этом будут знать, тем меньше будет манипуляций. Тем более мы защищены. Тем меньше кризисов и войн. Да, друзья, до встречи. Итак, делайте дробную синхрогимнастику, она тоже помогает. Лентяям помогает, тем людям, у которых нет времени. Секундные упражнения, но делаемые часто, дают такой же мощный эффект через несколько дней, как интенсивное одно занятие. До встречи.